Верди и Пучини. Ну, Верди это, конечно, 19 века фигура, просто я в 19 веке как бы меньше начал про музыку. У меня же такие цели, это этих всех курсов культурологические, музыка стала меньше роли играть, в особенности классическая. Ну и где-то уже, наверное, середина 20-го будет рок-музыка больше играть, то есть я буду прям рок-музыкантов, потому что для меня важно то, что в фокусе общественного внимания, а не оценки, как, допустим, массовые или элитарные. Ну, надо поговорить все-таки про итальянскую оперу. Пучини-то, конечно, 20 век, а Верди его предшественник. Вот, поэтому Верди и Пучини я сделаю, хотя помещу уже в персонале 20-го века из-за Пучини. И еще я планирую Имри Кармена, конечно, всемирно известного, и Рихарда Вагнера, как же без него. Джузеппе Фортунино Франческо Верди 1813 года аж родился, то есть совсем в начале 19-го века. Считается крупнейшей деятелем вообще мирового оперного искусства, кульминацией итальянской оперы 19-го века. Помимо того, что он был итальянским композитором, он поддерживал национал-либералов итальянских, вплоть до того, что он поддерживал итальянскую революцию 1848 года. Вот все, что там боролись за объединение Италии, за создание левой демократии в Италии, это все Верди разделял. Ну, кстати, он был атеистом, говорят, как и все они почти. То есть отрицательно относился к католицизму. А то у нас попы любят всех, кто в Италии, записывать в католики. Ну, значит, по происхождению он достаточно бедный, хотя и средний класс. Отец его содержал в деревенский трактир. Мать была пряхой. Ну, в целом, не было у них денег отправить его в консерваторию. Его даже в консерваторию не приняли. Сочли, что он плохо играет. Он там самоучкой что-то там учился у местных, кто умел играть на пианино. Ну, вот он посещал там какие-то частные уроки, какие смог. Посещал оперные спектакли, концерты в Милане. И все-таки хотел стать композитором, несмотря на то, что он сын трактирщика. 1830 год. Он в доме Антонио Борецци, такого аристократа местного, дал концерт. Борецци ему предложил стать учителем музыки для своей дочери. Дочь он совратил, они поженились. Двух детей она ему родила. Правда, очень рано его супруга умерла от энцефалита. Как раз, когда он работал уже над его первой оперой, умерли его дети в раннем возрасте и его жена. Первая опера Оберто. Вроде как его поддержали. Ему заказали две оперы Король на час и Набукко. Ну, вот когда он работал над оперой Король на час, у него умерла жена и дети. Опера провалилась, он был в сильной депрессии, однако закончил оперу Набукко. И в 1842 году она с большим успехом прошла, пошла по всей Европе. И он все-таки стал оперным композитором. 1847 год. Гранд опера Ломбардцы. Правда, под давлением цензуры итальянских персонажей он поменял потом на французских. Ну, Ломбардцы она с сильным политическим потекстом, конечно, идет, националистическим. Потом он после этой оперной... Ломбардцы у него был роман с певицей оперной. Хотя она уже перестала быть певицей, то есть кончила петь. У них было сожительство до свадьбы, скандальное, по тем временам. Ну, вот он был атеистом и игнорировал все эти католические установки. Он хотел вообще отойти от дел, потому что он уже много опер написал, какие-то средства у него были. Хотел просто жить с женой, но потом все-таки отказался от этого и написал оперу Ригалетто. Ригалетто написано по мотивам пьесы Виктора Гюго, известного тоже Левакарио Рационера. В общем, там тусовка, в общем, тесная такая была. Ну, естественно, в Италии это все ставилось после поражения революции и сильной цензуре подвергалось. Там вырезали. Он скандалил все время, требовал, чтобы политические фрагменты не вырезали, а оставили. Ну, в общем, поругался он там с цензурой на этой почве. В 1851 году что-то такое поставили там с частичными сокращениями, имел огромный успех. Ригалетто считается одной из лучших опер вообще в истории музыкального театра. И Верди считается одной из лучших его произведений. Поскольку она такая достаточно оппозиционная, он там свою душу оппозиционера вложил в нее. К правительству, в особенности австрийскому, относился крайне отрицательно. Травиата после этого у него была. По мотивам, кстати, пьесы Александра Дюмассына «Дамы с камельями». Это все французские радикалы. После травиаты «Сицилийская вечерня» «Сила судьбы» Магбет. Магбет, кстати, для русских писал, из Санкт-Петербурга. Одна из последних опер Аида ему заказало правительство Египта. И хотели ее поставить на открытие Сойцкого канала. Но он не успел, однако оперу самой ту Аида написал. Конец жизни характерно соперничество с Вагнером. Рихард Вагнер выступил как такой классик немецкой оперной традиции, новой. Отчасти он, Верди, был под влиянием сам Вагнера. Ну и отчасти они конфликтовали и соперничали. На личном уровне тоже конфликтовали. Тем не менее, когда Вагнер умер, Верди сказал, что великий композитор умер. Ну и про Вагнера я сделаю клип отдельный, хотя он 19 века, все-таки он 20-й помещен. После постановки Аиды в Каире в 1871 году Верди написал оперу «Отелла» по мотивам Шекспира. И там он вообще ликвидировал деление на арии и речитативы. И это считается все уже влиянием Вагнера. Последняя опера «Фальстафф» тоже по Шекспиру, в переводе Виктор и Гюго. Ну и считается, что тоже достаточно там хорошо Верди себя проявил. Контрапункт. Мелодия соответствует сюжету. Умер от инсульта 21 января 1901 года. Он был поражен параличом от инсульта, все еще лежал и внутренним слухом читал партитуру своих оперы Чайковского. Но все-таки через 6 дней умер. Похоронен на монументальном кладбище в Милане. Стиль, ну считается, что, конечно, это традиция Россини, Беллини, Деницетти и последней оперы, также влияние Рихарда Вагнера. Ну, говорят, что есть какое-то влияние Глинки, но небольшое. Основное, ну вот я, музыкальное образование у меня минимальное, поэтому тут я как бы не специалист, поэтому я про музыку буду кратко. Ну, отмечают, что у него оркестровка снижена. Самое главное, у него весь, как бы весь оркестр должен быть как один инструмент. В основном, мелодия. Оркестр, одна большая гитара, говорил Верди. Ну, и довольно важно, что он требовал, чтобы либретто соответствовало его композиторским наклонностям. То есть, у него, тот, кто писал ему либретто, он подчинялся идеям Верди как композитора. То есть, в опере главное не сюжет, не текст, а музыка. Считал Верди, и текст был подчинен музыке. Поэтому он вместе с либретистом работал. Вот когда ему писали текст под оперу, он постоянно влазил и менял текст, чтобы под музыку подходил. Добивался, допустим, устранения из сюжета всяких ненужных деталей, убирая все сцены, которые нельзя страстной музыкой изобразить. Поэтому у него либретто получались такие достаточно краткие и все истерички. Ну, просто потому, что музыку под истерику проще писать. Эмоциональное у него там всё. Помимо оперы, он писал довольно много мессы, писал романсы. То есть, есть у него неоперные произведения. Есть и возможные фильмы и сериалы его творчества. Классика, естественно, культуры итальянской. Джузеппе Верди, фильм 1938 года. И особенно сериал «Жизнь Джузеппе Верди» 1982 года. Ближайший последователь уже в начале 20 века это Пучини. Джакомо Антонио Доминико Микеле Секондо Мария Пучини. Родился Пучини в Луке в 1858 году, когда Верди было 45 лет уже. Но он как раз последователь Верди. И считается крупнейшей после Верди итальянский оперный композитор. Но он потомственный музыкант. У него тут всё проще было с карьерой. Занимался в Миланской консерватории 4 года. Участвовал в 82 году 19 века в конкурсе оперы. И опера его Виллис и проиграла, но была поставлена. После чего его начали уже всё равно поддерживать. Вторая опера Эдгар. Третья опера Мануан Лиско. Говорят с сильным влиянием Вагнера. Это уже 1993 год, 1893. Самая известная опера Богема. Это самый конец 19 века. Ну, там по сюжету близко. Вот там все над этими декадентами всё угорали. Уже такая соответствует модерну конца 19 века всё. Потом Тоска. Потом 1904 год опера Мадам Баттерфляй. Она сначала провалилась. Потом поменяли певицу. И 29 мая 1904 года прошла с большим успехом. Он увлекался автомобилями. Только что из автомобиля изобрели. И 1903 год попал в аварию. На несовершенном автомобиле того времени. В 1909 году был скандал. Его жена композитора обвинила, что он спит с домработницей. И домработница покончила с собой. И спал, не спал, неизвестно. Но, тем не менее, 1910 год. Опера «Девушка с запада». Которую он считал самым лучшим произведением. Пытался написать оперету. Под влиянием популярности Эмрика Альмана в то время. Но переработал её в оперу. «Ласточка» — это у него опереты, переработанные в оперу. 1918 год. Триптих опера из трёх частей. Первая часть ужасы. Вторая трагедия. И третья фарс. Ну, больше известно, которая фарс часть. 1923 год. Рак горта не курил много, говорят. После неудачной операции у него произошло кровотечение, инфаркт миокарда. И в 1924 году умер Пучини. Пучини в конце своей жизни отмечал, что опера закончилась как жанр, поскольку люди потеряли вкус к мелодии. Но это он, видимо, реагировал на DBC и на прочий модернизм в музыке, о котором я тоже, кстати, расскажу, конечно, куда я денусь. Ну, вот это последний такой мелодический композитор, всё ещё классический на самом деле. Он считал, что музыка и действия в опере неразрывны. То есть продолжал традиции Верди, что в опере самая главная музыка. Убрал даже овертюры, чтобы не мешали восприятию действия. Также у него известен приём оркестровки Пучинивские октавы. Ну, есть определённое влияние импрессионизма, тем не менее. Яркие тембры, оркестровые краски, акустические эффекты. Какое-то влияние модернизма есть, но, конечно, это не модернизм, а ещё классическая музыка с влиянием всяческим. Имри Кальмана всё-таки к его же направлению относят. То есть всё-таки считают, что Имри Кальман продолжатель Пучини, и сам Пучини Кальмана любил. По сути, продолжает вот эту линию, но упрощает её известный нам Исаак Дунаевский. Вот эти популярные советские зонги Дунаевского, это, в общем-то, продолжение традиции Пучини, итальянской оперы, хотя и упрощение не было. Шостакович тоже, в какой-то степени под влиянием Пучини. Тем не менее, Пучини в его время критиковали, что попса, что устарела. Тогда вот пошла музыка модерна, весна священная, там все дела. Рахманинов. Ну, вот об этом я расскажу. То есть, в принципе, в начале XX века, хотя он пытался учитывать какие-то современные направления музыки, его всё-таки критиковали, что старый уже совсем. Что вот эта вся мелодичность вердианская нам не нужна. Политикой не интересовался, но тем не менее, после победы Италии в Первой мировой войне, писал он патриотический гимн Риму. Его активно использовали фашисты и пришёл к власти уже Миссалини в 1922 году. И Пучини, кстати, в фашистскую партию они записали. Насколько он там искренне к фашистам относился, непонятно. Ну, в целом, вот, умер он всё-таки членом фашистской партии. Пучини. Есть некоторые экранизации, но меньше всё-таки известен, чем верди. Ну, вот эти, в общем-то, два главных таких итальянских оперных композитора обозреваемой эпохи.